Сладости перед чаепитием, непременный атрибут церемонии, конфеты в виде колокольчика и мака для ритуала сделаны на Хоккайдо. Сейчас эти цветы как раз цветут на острове. Подают их не просто так, а чтобы приглушить возможную горчинку свежезаваренного порошкового зеленого чая. Очень понравилось и интересно, что мы привыкли пить чай в большой чашке, растягиваем его на час, на два. Здесь же чай всего лишь на донышке. От самой популярной тысячелетней традиции Японии гости фестиваля обращаются к современному искусству. Площадкой для его трансляции стал областной художественный музей. Здесь открылись сразу две экспозиции прикладного творчества и изобразительного искусства. Первая – акварели и инсталляции с фетра. Вторая – ностальгия современных художников Японии по детству и ярким краскам. Важно, что углублять взаимопонимание между нашими народами. Для этого культурный облег очень важный. Поэтому я искренне благодарю Сахаринскую область за организацию такого мероприятия. Еще одно из мероприятий, которое стоит посетить во время фестиваля – совместный фотопроект русских и японских фотографов. Это 36 авторских фотографий, снятых за последние 4 дня весны на юге острова. Через них мастера пейзажной и макросъемки постарались передать красоты сахалинской природы. Работать пришлось в походных условиях. Не всегда удавалось поймать погоду и нужный свет. Сначала по этому поводу, конечно, мы расстроились, потому что все-таки мы любим снимать картинку на рассвете или на закате. Но потом мы поняли, что это наоборот интересно, потому что мы стали в обычных вещах искать что-то необычное. Следующий город в фестивальной повестке – Холмск. Здесь представят всю программу, которая была в областном центре и чайную церемонию, а также народные японские и русские песни и танцы. Экспозиции в областном художественном музее будут доступны до 4 июля, а фотогалерея – до 15 августа. Михаил Силантьев, Александр Красноперов, Павел Куксов. Вести Сахалинкуривы.